Воровку, которая 16 лет считалась умершей, задержали сотрудники транспортной полиции. Причем нашли мнимую покойницу на кладбище в пригороде Красноярска. Полтора года назад наша программа по просьбе транспортной полиции распространила ориентировку на эту женщину. 44-летняя Татьяна Зиновьева, ранее неоднократно судимая за кражи и мошенничество, была объявлена в розыск. Несмотря на то, что по всем документам числилась погибшей. А началось все с того, что в 1996 году уроженка Кемеровской области исчезла из дома. Татьяна Зиновьева была объявлена в розыск. Ее родственникам предъявили на опознание фотографию, найденной убитой женщиной. И они опознали в ней Татьяну. И у них было выдано на руки даже свидетельство о смерти. То, что женщина жива, выяснилось два года назад. К транспортным полицейским обратилась 30-летняя жительница поселка Косачи Наталья, которая заявила о краже. По словам женщины, воровкой оказалась сожительница ее отца, некая Александра Ремель. Она обещала Наталье устроить ее на работу в Красноярске. Женщины приехали на Красноярский железнодорожный вокзал, где подозреваемая, улучив момент, скрылась с сумкой Натальи. Стали ее опрашивать и, естественно, дома взяли отпечатки пальцев. И вот по отпечаткам пальцев и выяснилось, что в базе данных у нас вот как раз и находится Татьяна Зиновьева, разыскиваемая. И стали ее искать. Стало понятно, что родственники Зиновьевой ошиблись, опознавая Татьяну по фотографии. По оперативной информации полицейских, Татьяна Зиновьева свободно перемещалась по стране, используя поддельные или краденые документы. Внешне опрятно одетая, разговорчивая, она легко входила к людям в доверие, обкрадывала своих новых знакомых. Воровку искали почти два года. Все это время в полицию звонили люди и сообщали, что видели Татьяну Зиновьеву в разных районах края. Оперативным путем все-таки удалось найти ее на кладбище Емельяновского района. Там женщина жила у подсобного рабочего какое-то время. Он даже пытался помочь ей оформить документы. Сейчас расследование уголовного дела по факту кражи, совершенной Татьяной Зиновьевой, завершено и направлено в суд. Женщина ожидает приговора в Красноярском СИЗО-1. И скорее всего, это не последний суд в биографии воровки. По оперативной информации, она причастна к другим преступлениям на территории края. Вывод из этой истории прост и банален. Чтобы не стать жертвой преступления, не следует доверять малознакомым людям. К другим темам.